Здравствуйте! Вы смотрите самую спортивную программу телерадиокомпании Вектор и я ее ведущий Павел Науменко. И сегодня в эфире. Начнем программу с очередного спортивного дайджеста. Друзья, программу «Сила спорта» ожидают перемены, в которой буду меняться и я. Подробнее смотрите в этом выпуске. В Губкинском прошел чемпионат. Первенство из спартакиада учащихся Ямала по плаванию. На протяжении четырех дней за звание лучших боролись более двухсот участников и каждый шел к своей цели. Я думаю, что я выполню кандидата в мастера спорта, потому что это самая главная моя цель, зачем я сюда поехала. Ну и места позанимаю. Результат вполне удовлетворил, но превысил ожидания, скажем. Гораздо лучше пробул, чем ожидал. На протяжении всех соревновательных дней страсти на воде не утихали. Многим этот старт дал возможность заполучить золотой билет на новый уровень. Это вообще для формирования сборной, для участия в дальнейших соревнованиях, сборных Ямал-Ненецкого округа. Ну, дальнейшее это участие, это УРФО и чемпионат, и также первенство России по этим же возрастам. Ну и, конечно, для выполнения каких-то разрядов. Спортсмены очень сильный уровень. Для спортсменов вот каждый год он настолько вот поднимается, настолько растет. Соревнования зрелищные, борьба очень острая. Кроме острой борьбы, на площадке царила и праздничная атмосфера. Как отмечают тренеры других городов, работать на площадке им удобно. А как иначе, в спортивной школе установлена полуавтоматическая система хронометража, с которой определять результат заплывов стало проще. Всего в округе такой системы оборудованы два бассейна. С ней судить легче, детям интереснее, результаты мгновенные, результаты видят каждый отрезок на табло. Это очень удобная подача от фиксации результатов до начала старта. Очень удобно, очень хорошо. А вообще, кстати, в плюс этому бассейну, здесь настолько люди всегда заинтересованы. Всегда директор бассейна всегда здесь, замдиректора бассейна всегда здесь. Они каждый всегда что помочь. Вот, начиная от мелочей и заканчивая вот такими вот моментами, это очень интересно. Мне всегда нравится здесь, я с удовольствием в Губкинске приезжаю. По результатам заплыва в Губкинская сборная завоевала 43 медали, 12 из которых высшие пробы. Поздравляем спортсменов и их тренеров, желаем новых побед и новых достижений. В спортивной школе «Олимп» прошло открытое первенство города Губкинского по греко-римской борьбе. За лидерство на ковре боролись 198 спортсменов из Югры и Ямала. Для многих этот турнир традиционный. Соревнования у нас проводятся уже пятый год с подряд на призы наших бывших воспитанников, которые раньше у нас занимались, теперь выросли, стали предпринимателями. Ну и спонсируют наши соревнования достаточно, очень хорошо финансируют спонсоры, являются спонсорами регулярными. Пятый раз уже, пятый год с подряд дают очень хорошие призы. В конце соревнований разыгрывают лотерею, что особенно интересно для самых юных спортсменов. Чтобы одержать победу в поединке, борцам нужно было выиграть пять схваток. 13-ти губкинским спортсменам это удалось. По итогам соревнований наши борцы завоевали 42 медали. Поздравляем спортсменов! Впереди новые поединки и новые победы. Желаем удачи! А в спортивной школе «Зенит» состоялся традиционный турнир по волейболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие три команды. Союз губкинских предпринимателей, ветераны и команда спортивной школы «Зенит». Конкуренции тут, может быть, нет в принципе. Но есть команда, вот союз предпринимателей, ребята со сборной города Губкинска. Есть играющие, так сказать, люди. А в отношении этой атмосферы, я еще раз повторяюсь, дружеская атмосфера. Все друг друга знают, стараемся относиться друг к другу с уважением. Ну, не то, что стараемся, так и происходит. Ну, в любом случае, нас всегда рассудит круглый снаряд волейбольный мяч. По результатам волейбольных баталий третье место заняла команда ветераны. Вторую ступень пьедестала завоевала команда «Губкинский союз предпринимателей». И победителем турнира стали волейболисты спортивной школы «Зенит». Друзья, в начале эфира я сказал, что программу «Сила спорта» ожидают перемены, где буду меняться и я. Я кардинально меняю свою жизнь, ведь я поставил перед собой главную цель – доказать себе и показать вам, дорогие телезрители, что нет ничего невозможного. Перед тем, как начать осуществлять свой план, я долго думал, получится ли, не сойду ли я с дистанции, и решил, что я смогу. Ведь часто мы ищем отговорки, у нас мало времени, у нас много работы, но я постараюсь доказать, что при желании все возможно. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к марафону, сделаем нашу жизнь ярче. Друзья, как вы думаете, где я? Все верно, в зале CrossFit. И если вы помните, в начале программы я вам сказал, что буду полностью меняться и проводить многие тренировки в различных секциях и в спортивных залах. И сегодня этот день я стал, и первая моя тренировка в зале CrossFit. Сегодня я буду тренироваться, как Руслан Алисалтанов. Сегодня мы узнаем, какой же режим питания у него. И, друзья, этот выпуск заряжен на позитив и на новые свершения. И, кстати, в конце я сделаю комплекс упражнений, которые делает он сам, да и вообще, которые Руслан Алисалтанов рекомендует тем, кто только начинает заниматься CrossFit. Поэтому о своих ощущениях, об эмоциях я вам расскажу, поэтому смотрите, не пропустите. Друзья, а те, кто не пропускает нашу передачу, вот он, Руслан Алисалтанов, который нам сегодня расскажет о своем режиме питания, о режиме тренировок. Поэтому, Руслан, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашел время. И, так скажем, расскажешь не только мне, но и всем нашим зрителям о том, как же ты проводишь свой день в спортивном зале. Да, без проблем, рад всегда вам помочь. Спасибо, что приглашаете на ваше шоу, мероприятие. И будем стараться вам сегодня дать какую-то полезную информацию, и чтобы вы могли ее применять в жизни. Да, Паш, давай, не будем долго разговаривать, сразу приступим к делу, и это будет интересней. Пойдем. Итак, Паша, в качестве разминки с тобой начнем сегодня с бегового тренажера. Люблю, конечно, бегать. Выставляй себе скорость 6 км в час, потом чуть-чуть добавим с тобой, посмотрим на твои возможности, и уже будешь бегать в течение 5 минут. Ну, так как это разминка, вместо бега можно использовать обычную ходьбу. Кому скучно просто ходить, можно поменять наклон и ходить в гору. Ну, я наклон пока менять не буду, потому что, мне кажется, вот этого уровня скорости 6 мне будет достаточно. Честно признаться? Мне кажется, нет, надо будет добавить. Добавить? Да. Просто честно признаться, я не очень сильно люблю бегать, но если тренер говорит, значит, так надо. Руслан, а ты вот когда занимался лыжами, вот самое большое количество километража, которое ты бегал, это сколько было? Именно бегом, не на лыжах. Не на лыжах было примерно километров 30. 30 километров, так это же почти марафон. Практически, да. И как ты себя чувствовал? Ну, обычно мы такие долгие дистанции бегали на длительных тренировках, это было последние дни тренировочных циклов, поэтому это были самые такие насыщенные и интересные моменты. В начале тебе сложно, тяжело, а в конце тебя отпускают и наслаждаешься тренировочным процессом. Я, кстати, тоже помню, я когда занимался каратэ, я по утрам часов в 6.30 просыпался и каждое утро вокруг Губкинского бегал. Но точный километраж я вам не скажу, поэтому с помощью магии монтажа вот здесь вот сейчас высветится. Я тебе подскажу, примерно у нас вокруг города выходит около 10 километров. То есть, если ты охватывал весь город, то достаточно неплохая дистанция. В общем, повторим. Вот он, вот он мой километраж, который раньше бегал. Так, ну, продолжим. Убираем. Все, Паш, можешь останавливать дорожку и пойдем с тобой уже дальше делать суставную разминку. Фу, друзья. Ну. Как ощущения? Согрелся? И да, кстати, вот немного согрелся. Сейчас, я думаю, пару, парочку таких общефизических упражнений, и я буду заряжен. Погнали, друзья. Все, Паш, ты побегал, подготовил самую главную мышцу, это сердечное. Теперь наша задача с тобой подготовить суставы. Друзья, я вам сказал. Эта разминка, походу, это вообще полноценная тренировка. Тяжеловато, но возможно. Дубль два. Дубль два. Паш, ну, в принципе, мы с тобой уже готовы приступить к основной части тренировки, поэтому пойдем покажу, какой комплекс тебя сегодня ждет. Друзья, я хочу сказать, что, наверное, он мне слукавил, когда сказал, что это разминка. По-моему, это была полноценная тренировка и сейчас продолжение. Ну, ладно, не сдаемся, идем дальше. Так, это у нас что за агрегат? Итак, Паш, это у нас тренажер называется аэробайк. Он у нас в комплексе будет первым. Комплекс состоит из трех упражнений. Первое аэробайк, потом бёрпи через тумбу, третье работа на канате. Работаешь таким образом. Первый раз делаешь четыре калории на аэробайке, и каждый раз делаем с тобой плюс два, то есть четыре, шесть, восемь, десять. Также на бёрпи. Смотри. Задача сделать одно бёрпи, перешагнуть через тумбу, снова бёрпи, и работаешь нужное тебе количество раз. Потом переходишь на канат. Это одно из самых интересных упражнений для наших посетителей, поэтому оно у тебя сегодня будет. И каждый раз, чтобы тебе не было скучно, мы будем менять способ работы на нём. Первый раз работаешь, смотри, с быстрый сменом, да, но коротко. Второй раз будешь работать пошире, в третий раз двумя руками. В четвёртый раз вернёшься обратно на первый способ. Здесь работаешь 20-30 секунд. То есть я тебя буду отсекать, и по команде заканчиваешь. Слушайте, ну, вспоминая разминку, и вот сейчас, посмотрев на этот комплекс, три упражнения, я думаю, в принципе, справлюсь. Но мне кажется, будет жарко, поэтому, друзья, пробуем. Друзья, как и многие, я люблю заниматься под музыкальное сопровождение, поэтому добавим ярких расок в нашу тренировку. Ну что, друзья, потренируемся? Спасибо. 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 А, друзья, тяжеловато, тяжеловато. Спасибо. 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 Финишка, друзья. Все, Паша, поздравляю с тебя. С встречанием в конце, все, молодец. Посмотрелся. Главное, все вживую. Видите, он устал по-настоящему, не притворяется. Вон даже. Действительно. Наверное, самый важный и основной момент, ведь, как мы знаем, пища, питание, да, для нашего организма, это как бы основа. Лично мне и уверен многим зрителям будет интересно, вот, Руслан, узнать твой рацион питания, ведь ты практически занимаешься спортом 24 на 7. Понятное дело, да, как бы режимы у всех разные, но тем не менее, какой вот, какой рацион тебе помогает всегда чувствовать себя замечательно, хорошо, и ты всегда свежий, бодрый? Лично я, как, что, что мне подходит, это вот, смотрите, у меня таким образом быстрее. На завтраках я обычно использую продукты, содержащие белок, то есть это творог, яйца, молоко, либо протеинные коктейли иногда, возможно, если он присутствует. Что-то вот в таком образе. То есть из этих продуктов можно придумать разные блюда. То есть это так же. И комбинировать. Да, комбинировать. Про завтрак твой понятен, а вот теперь расскажи, пожалуйста, из чего состоит твой обед? Какой там рацион? Ну смотри, в обед можно покушать немного больше, чем обычно, потому что после обеда у нас всегда, скорее всего, будет тренировка, через там 2-3 часа или 4. То есть на обеде можно покушать больше, чем обычно, чем на завтрак и на ужин. Обычно это у меня составляют суп, разные варианты, то есть лапша, борщ и так далее. Разные варианты супов и обязательно салат. Так, ну и последний, какой твой ужин, из чего он состоит? Да, ужин, надо подметить, что ужин желательно делать как минимум за 3 часа до сна, чтобы это не перегружало вас, ваш организм. Я исходю из этого. То есть у меня всегда питание разнообразное, поэтому нет чего-то определенного. У меня задача в течение дня набрать какие-то определенные белки, жиры, углеводы. И исходя из этого, я подбираю блюдо. То есть что я не пробовал в течение недели, то и добавляю. То есть это может быть конкретно, это может быть также легкие варианты пищи. Салаты, но уже с использованием, допустим, мяса. Руслан, спасибо тебе огромное за то, что ты уделил нам свое время, за те знания, которыми ты с нами поделился. Друзья, я уверен, что многие из вас подчеркнули из этого материала и встречи вновь с Русланом Лисалтаном что-то новое. Да, ну и самое, соблюдайте баланс между тренировками и питанием. Не переедайте, не переусердствуйте сильно на тренировках, и у вас все будет хорошо. И тогда вы не будете искать время на отговорки и думать о том, что вот у меня времени нет, у меня сил нет. Все будет в достатке. Самое главное, режим питания, режим сна и режим тренировки. Начинайте с малого и постепенно увеличивайте, и тогда у вас все получится. Друзья, вместе через терник звездам. Друзья, на этом у меня все. А программу хотелось бы закончить выражением, о котором я узнал совсем недавно. 70% людей, которые начинают заниматься фитнесом, бросают. Кроме вас. И в этот раз. Поэтому, друзья, давайте сделаем нашу жизнь лучше. С вами был Павел Науменко. Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова